Тело, которое мы изучаем в анатомии и так далее, мы всё про него знаем. У него есть нервная система, там есть кровообращение, система кровообращения и так далее. Но есть ещё тонкое тело, то есть психическое тело. На санскрите это называется «линго шарирам». То есть «линга» означает «тонкое», а «шарирам» означает «тело». То есть есть ещё тонкое или психическое тело человека, и оно тоже имеет своё строение. У психического тела человека есть три составляющие. Это ум или тонкое тело ума, разум, который контролирует ум, и ощущение себя как личности. Третья составляющая тонкой тела — ощущение себя как личности, или эгоизм человека, его чувство собственного достоинства. Эта третья составляющая пронизывает полностью все структуры психические и физические. И если эгоизм человека работает неправильно, то есть у человека есть истинное эго и ложное эго. Истинное эго означает, что человек считает себя достойным, если он живёт жизнь не зря, если он живёт не для себя, а для других. Не зря означает не для себя, а для других. Но мы рождаемся с зачатками истинного эго. В основном, с самого детства у нас в организме очень сильно активно функционирует ложное эго. Вот, например, ложное эго сейчас говорит мне, что зачем на стол поставили пустой стакан без воды. То есть организм хочет пить, и ложное эго беспокоится. А истинное эго должно говорить, что по судьбе мне не положено сейчас пить воды. Надо расслабиться и читать лекции. Человек без воды может жить трое суток, как минимум. Ну, то есть идея в чём заключается? В том, что у нас в организме существуют две силы, и они постоянно борются между собой. Если человек постоянно озабочен, думает о себе постоянно, беспокоится о себе, то такой человек теряет здоровье, теряет нормальную жизнь. И вот эта сама очень сильная сосредоточенность на себе, она очень сильно мешает жить. Как, допустим, сегодня после лекции ко мне подошла одна девушка, и её глаза очень болезненно блестели, и она меня спросила, «Олег Геннадьевич, скажите, когда я выйду замуж?» И, ну, как бы, представьте себе девушку, которая у неё такой, как бы, валившийся из глаза, такие, как бы, очень взгляд такой тяжёлый, и она смотрит на всех мужчин вот таким взглядом безнадёжным, таким взглядом таким тяжёлым, несчастным, и, как бы, сразу вспоминается песня из бременских музыкантов. Я буду песни, кстати, на лекции петь, это «Виденческая культура». Надеюсь, чтобы вы не чувствовали себя несчастными. Ой, ты, дочка моя, трубодурочка, Отчего же искудала фигурочка? Я заботами тебя хочу, Ничего я не хочу. Вот. Вот. Высшая категория, люкс, вода. Спасибо большое. Вот. То есть, то есть, другими словами, вообще, организаторы правильно всё сделали, потому что воду несложно найти, сложно найти стакан обычно. Видите, когда девушка постоянно думает о том, чтобы выйти замуж, она лишается этой возможности, потому что она худеет, бледнеет и теряет силы. Вот. Но если девушка занимает свою природу правильно, то есть, она начинает заботиться обо всех, ухаживать, ценить людей, быть доброй по отношению к ним, отзывчивой, проявляет свою женскую природу, то в результате, очень быстро, её окружают друзья, подруги, люди, которые испытывают счастье, находясь рядом с ней. Она уже не чувствует себя одинокой. То есть, не надо ставить планку, сразу прыгнуть на девятый этаж, надо зайти хотя бы на первую ступеньку. Она зашла на первую ступеньку, уже румяннее стало, потому что есть отношения. Женщина, когда есть отношения, становится румяннее, как бы и светлее. Кто на свете всех? Румяннее и светлее, да? Светное зеркало, скажи, и всё равно положи. Вот. То есть, и постепенно на неё всё больше и больше обращают внимание. Она не чувствует себя несчастной в результате того, что она действует для других. То есть, свою природу женскую занимает для других. Не печалится, не грустит, не мечтает, а занимает свою природу для других. Отдаёт себя другим. Ну, в положительном смысле слова. В положительном смысле слова. Вот. Вот. И таким образом, видите, работает психика человека, что есть сложное эго, которое не даёт человеку возможности жить нормально. Оно постоянно его привлекает к себе. Человек погружается в грёзы, в страдания, в печаль. Ему трудно жить становится. И он таким образом теряет себя в результате. Он начинает болеть также в результате этого, потому что такие мысли не приводят здоровью. Таким образом, ложное эго – это такая структура, которая связывает нас с болью. То есть, есть грубое тело, есть физическая боль. Даже если просто постоянно смазать лицо кремом и пытаться, чтобы кожа была лучше, ещё лучше, ещё лучше, ещё лучше. В это время сознание человека, смешиваясь с ложным эгом, проникает в кожу. И кожа, вопреки ожиданиям, становится всё более болезненной и чувствительной из-за того, что человек очень сильно хочет, чтобы она была хорошей. То есть, ложное эго вызывает боль везде, куда проникает. Человек постоянно думает о своей коже. Девушка. Постоянно её мажет, 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 хлопает, всё, и она становится всё более чувствительной. Потом всё меньше кремов подходит этой коже. И потом на ветерок она вышла, и она облупилась всё. Личка стала некрасивной. Почему? Потому что туда, там уже очень много ложного эго. Возникла экзема лица, понимаете? Мордочка стала красной и некрасивой. Почему? Потому что очень много внимания на лицо. Понятная система, да? Ну, то есть, куда мы отрицательное внимание привлекаем, там и развивается болезнь. Очень простая схема. Поэтому есть такой простой метод улучшения здоровья. Это когда человек, допустим, печень заболела, и он радуется печени. Хочется грустить о печени, да? Печень болит, мы грустим, она ещё больше болит. Но если мы радуемся печени, тогда печень выздоравливает, мы посылаем туда хорошую, позитивную энергию. Но чтобы радоваться печени, легче всего её забыть. Просто делать что-то другое, что-то думать о других, заботиться о других. Просто вот сосредоточить на печени и радоваться печени очень сложно. Допустим, если человеку в одном месте уколоть иголочкой и сказать ему радуйся, то он будет плакать в это время, не будет радоваться. Очень трудно радоваться боли. Это тяжёлая методика для исполнения. Но если человек отвлекается и делает добрые дела, он эту иголочку может уже не замечать. Поэтому идея в том заключается, что человек должен занять себя согласно своей природе, то есть начать действовать так, как надо действовать. Река должна течь в своём русле, она не должна попадать в плотину. И тогда энергия человека идёт в нужном направлении. Итак, у нас есть три типа тонкого тела. Есть ум, разум и наше чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства бывает истинным, оно приносит здоровье и счастье. И чувство собственного достоинства бывает ложным, оно приносит болезни и боль. Всё зависит от того, как человек настроился. Если говорить об уме, об тонком теле ума, то в нём есть психические каналы. Целая сеть этих каналов отвечает за разные функции организма, связывает тонкое тело психическое с грубым, контролирует грубое тело. То есть все органы имеют свой характер, они контролируются нашим поведением, настроением, они контролируются тем, как мы живём. То есть функционирование организма зависит от того, как мы живём. И если человек живёт позитивно, то есть он думает о других, заботится обо всех, постоянно прощает, просит прощения, это трудно сделать, потому что естественно всегда хочется жить, наоборот. Естественно хочется обижаться, злиться, не любить людей, но надо заставлять себя вопреки тому, что происходит внутри, заставлять себя настраиваться иначе. Мы сегодня в конце лекции в 9 часов будем минут 10 где-то повторять «Я желаю всем счастья». И некоторые даже я смотрю, когда первый раз люди это делают, они даже рта открыть не могут, им очень тяжело повторять «Я желаю всем счастья». Но сматериться как бы нормально, «Я желаю всем счастья», «Я желаю всем…» «Я желаю всем счастья», «Я желаю всем счастья», «Я этому козлу тоже». Ну, то есть, ну, то есть, очень трудно, потому что общество, вся среда, в которой мы живем, очень сильно пропитана негативом. Если взять, допустим, телевидение, посмотреть новости, в основном негативные. В автобусе, допустим, если вы скажете, «Я желаю всем счастья», «Вслух», то выживут психушку в лучшем случае. Вот, а если вы сматеритесь, все заулыбаются. Чувствуете, что немножко не тот крен у нас как бы в атмосфере царит, не тот крен чуть-чуть. Если человек по улице идет, всем улыбаются, то люди отворачиваются, стесняются этого взгляда. Если человек злится, идет, все на него смотрят. Чуть он злится. Ну, то есть, видите, мы как-то так немножечко не в ту сторону поплыли, и поэтому ширится, растет заболевание у нас в стране. Итак, тонкое тело ума имеет психические каналы. Самый центральный канал, который идет вдоль позвоночника, называется сушумно. Он идет сверху вниз вдоль позвоночника. Это на тонком плане, на невидимом плане. На грубом плане там нервная трубка идет, вот этот позвоночный столб. А на тонком плане там находится канал психический, который снабжает эту нервную трубку, этот спинной мозг снабжает энергией, силой. И интересно знать, что когда человек нацелен в жизни, у него есть цель, то в него входит больше психической энергии, чем когда у него цели в жизни нет. Вот человек когда приходит домой и думает, блин, что делать? Не понимаю, что делать? Там телевизор щелк, 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 щелк. Так, мертвый не потеет, уже смотрел. Санта-Береберду уже смотрел. Чего я там еще не смотрел? Ага, дефектив какой-то надо посмотреть. Вот. И смотрит как бы никак не может понять, что ему смотреть. А по факту он зря тратит свое время в жизни. Потому что ему нечего делать, у него нет цели. Он не нацелен куда-то, и поэтому он просто зря проводит свою жизнь. Естественно, что психическая энергия, во-первых, здоровая энергия в организм не поступает, а во-вторых, она даже если поступает, то мало, не хватает для жизни. Человек ходит вялым, несчастным, и доходит до того, что начинает выпивать просто, потому что он не знает, как сделать так, чтобы у него счастье в тело пришло. Начинает курить, чтобы снять напряжение. То есть это все от ненацеленной жизни, неправильной жизни идет. И многие люди думают, а вообще, Олег Геннадьевич, ну, жить-то вроде бы и не для чего на самом деле. Вот мы сейчас с этим разберемся, с этим вопросом, есть для чего или не для чего. И так есть центральный вот этот энергетический столб, называется Сушуна. Вот, на санскрите эти каналы все психические называются Нади, Нади, вот как Надя, есть Нади, есть Нади. Это каналы психические. Вот, и вокруг него, справа и слева, идут два канала, очень важные для нашей темы сегодняшней лекции, мы немножко о них поговорим. эти каналы, которые связаны с половой, с полом. С левой стороны идет канал Ида-Нади, Ида. Этот канал связан с женской природой, то есть этот канал с левой стороны питает человека определенными типами силы. Какая сила входит в человека, который по этому каналу с левой стороны, который заходит в левый глаз, в левое назрю, в левое ухо, и он идет вдоль всего тела. Этот канал связан с родственными отношениями. Этот канал, с левой стороны, этот психический канал Ида-Нади, связан с любовью, с ощущением любви, заботы, нежности, внимательности к людям. Он связан с ощущением себя как личности, он связан с мыслями человека, с эмоциями человека. И у женщин этот канал в три раза в норме работает, чем мужчина. В том случае, если женщина в три раза больше в жизни занимается личной жизнью, то есть она общается с детьми, с мужем, с родственниками, она заботится обо всех в три раза больше, чем мужчина, то она живет как? Нормально. Она чувствует себя здоровой, счастливой, ненормально работают гормональные функции, она чувствует себя полноценной, у нее достаточно красоты в личке, не надо ничего парить, там, мазать, надо выполнять свои женские обязанности, женскую природу занимать в жизни, больше уделять времени этому. С правой стороны точно так же вдоль позвоночника течет другой психический канал, который называется пингаланади. Этот канал связан с мужской энергией, то есть у него следующие функции, он настраивает человека на социальную деятельность, общественную деятельность, чувствовать разницу между деловыми отношениями и личными отношениями, чувствуете, да? деловые отношения направлены на достижение какой-то цели совместной, то есть есть общественная жизнь, всегда идут какие-то цели, ставятся на работе, там, в стране и так далее, то есть человек, который занимается вот этой деятельностью социальной, он активизирует в себе каналы, идущие с правой стороны, потому что они связаны с какими процессами? Там действует воля человека, действует его желание, воля, желание, там находится желание достигнуть цели, способность достигнуть цели, решимость, то есть энтузиазм вот этой вот труда и так далее, достижения какие-то. Мы верим твердо героев спорта, нам победа как воздух нужна, мы хотим всем рекордам наши звонки, да, именно. Вот, то есть это пинга ланади, то есть это канал достижений, то есть победа над судьбой, развития человека в социуме, достижения успеха, славы, почета, денег, там, и так далее. Мужская энергия. В норме в три раза работает у мужчины больше, чем у женщины, если он не лежит на печке и не пьет пиво, то есть если он занят деятельностью активно, если он как бы не расслаблен, блаженствуй на просторе в укромном уголке, не думая о горе с ковшом вина в руке. Ну, то есть это левый канал у мужчины активизируется, да, с левой стороны энергия пошла, он расслабляется, то есть он не хочет ничего делать, он решил отдохнуть, в баньку сходить, попить пиво, вот, поползать потом, порыгать под столом, вот, ну, то есть по-мужски отдохнуть решил. И у него активизируется с левой стороны тогда энергия уже, и он такой, уже тогда у него близкие отношения пошли, и он, братки мои, хорошие, я вас так люблю, ну, то есть с левой стороны у него мужская энергия, уже отсутствует, у него идет женская, и есть такой, Жданов Владимир Георгиевич, он рассказывает, как человек, который увлекается пивом, у него активизируется, согласно вот этой ведической концепции, активизируется энергия с левой стороны, с женской стороны, и человек такой, этот, как ни странно, у него изменения определенные происходят, у него животик вырастает, небольшой такой, пивной животик, щечки становятся румяненькими, такими, красненькими, вот, мордочка становится пухленькой, глазки такие, спокойненькие, добренькие такие, вот, то есть, больше женских, женских качеств человек начинает преодолевать в результате этого пивного удовольствия, в результате у него также пропадает интерес к деятельности, он становится не такой активный в труде, у него появляется желание больше лениться, чувственность у него развивается, он такой иногда всплакнет, вот, ну, то есть, то есть, человек теряет себя, по факту, теряет себя, то есть, причина, занятость не по назначению, то есть, если человек занимает себя не по своей природе, у него постепенно разрушаются и здоровье, и счастье, и нормальная жизнь, ну, естественно, что если человек на пивке сидит и, как бы, работать не хочет, пускай работает железная пила, не для того, у меня мама родила, вот, если он не хочет работать, не занимает свою мужскую природу, то, естественно, со временем постепенно у него меняется голос, а это уже признак того, что гормональные функции работают по-другому, то есть, голос становится очень тонким, нежным и ласковым, и тогда он полнеет, ну, естественно, good bye, my love, good bye, ну, то есть, семейная жизнь разрушается, это все результат незнания о себе, то есть, мужчина должен, как бы, действовать активно в этом мире, первым делом, первым делом, самолеты, а женщины, а женщины потом, то есть, мужчина должен быть активным, он должен сражаться за свою жизнь, развиваться, женщина, наоборот, должна быть спокойной, нежной, ласковой, заботливой, доброй, прощатыми, и так далее, немножко расслабленно, не надо париться с женщиной, успокойтесь, высота теряется вот от этого всего. Рожать тоже очень трудно, когда женщина прижена, он не все вылетает, только зашла, оп, опять вылетела, ну что такого? Никак не могу, расслабься, отдохни немножко. Женщина, настоящая женщина, у нее самое лучшее место в доме какое? постель так, кровать, она ляжет так, и все, я оттуда не оторвешь уже. Вот, то есть, расслаблена природа такая. Ну, конечно, не то, что совсем лежать надо все время женщине, просто я говорю, ну, женщина красивая, потому что она немножко расслабленная, у нее не такое, вот, не напряженное лицо, но расслабленная такая, бывает. Работать у нас в семье будешь ты. Все счастливы. Итак, видите, мы разные, мужчина, женщина, мы разные. Есть мужское начало, есть женское начало. Это все разделение идет в уме. То есть, Федор объясняет, что тонкое тело ума никогда не умирает. То есть, умирает грубое тело. Тонкое тело вместе с душой, душа находится вот здесь в область сердца, я душа. Я душа. Когда человек это понимает, он становится счастливым сразу, потому что он чувствует себя вечным. Душа имеет три качества. Имеет качество вечности. Никто не хотел умирать, да, все хотят жить. Душа хочет жить, она вечная по приводу, она не умирает. Дальше, душа хочет счастья, и душа хочет знания, она хочет знать. Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Да, то есть, знания. Любви хочет душа. Жить без любви, без любви не могут люди. Час без любви, без любви пропащий час. нам хорошо, хорошо, когда мы любим. Последняя строчка, она очень важна для понимания темы. и даже если не любят нас. Понимаете, это уже действие истинного эго. То есть, человек просто отдает свою любовь и не желает на чего взамен. Он счастлив в результате. Вот. И человек хочет вечности. Он хочет вечности. Он хочет никогда не умирать. Три качества души. Знание, любовь, вечность. И интересно знать, что эти три качества души находятся в разуме. Разум — это та структура психическая, которая контролирует ум, и разум способен изменить судьбу. Характер — это свойство и ума, и разума. Разум меняет характер, но характер живёт в уме. Характер живёт в уме. У меня такой характер. Ты со мной, любь, не шути. Это в уме находится. Только в теле ума характер человека. Эмоции, чувства, мысли — всё в уме. Но разум — это что такое? Такая сила, которая даёт человеку решимость, волю, цель, веру, знания находятся в разуме. И у человека есть три центра разума, три психических центра разума. Ум пронизывает всё тело. Полностью всё. И когда душа вместе с тонким телом уходит из грубого тела, то внешне она похожа на человека, который оставил тело. То есть грубое тело уже лежит, оно разлагается, а душа выходит вместе с тонким телом наружу. И всё она видит, слышит, чувствует и так далее. Пусть скажет, Олег Геннадьевич, не сочиняй. Так вот, я не сочиняю. Есть доказательства. Доказательства научные. Есть такой профессор Моуди. И несколько ещё других книг на эту тему уже учёные начали писать. Он занимался пограничным, исследовал пограничные состояния. И он работал в реанимации врачом. Врачом сердечно-сосудистые заболевания как бы лечил. И он исследовал людей, которые находились в состоянии клинической смерти. Он взял, оборудовал всё приборами полностью. Всё было видно, что происходит. Видеокамеры стояли везде. И каждая секунда синхронизировалась. То есть время каждого слова было известно, когда сказано. И определённое количество пациентов в тот момент, когда у них была зафиксирована прямая линия на энцефалограмме, и сердце тоже остановилось. То есть состояние клинической смерти, когда человек по факту, согласно современным теориям, не должен ни о чём думать и ни о чём знать, то в это время люди отмечали. Некоторые категории людей, не все, но некоторые помнили себя в этот момент. И они видели всё сверху. Они говорят, я чувствую себя, почувствовал себя очень лёгким, как будто бы я вышел из тела, отделился из тела. Я увидел, как стоят хирурги. Человек описал, что они говорят. Это совпало с тем, что было записано на камерах. И таких случаев, 30 случаев он набрал, подтверждающих, что человек чувствует после оставления тела себя несколько иначе, но он видит, слышит всё точно так же. Это подтверждает ведическую концепцию, что у нас действительно нет смерти. Как Пелгосовский, он так пропагандировал ведическое знание, видно, я не знаю, тогда ещё в эти коммунистические времена. Хорошему религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. А если туп, как дерево, родишься баобабом, а если жил свиньёй, останешься свиньёвою. Ну, то есть, это закон кармы уже. В зависимости от того, как человек жил, он получает разные типы тел. Вот, видно, он изучал это серьёзно, раз такую песню написал. Но это вот ведическая концепция. Она очень глубоко разбирает человеческую жизнь. Она объясняет, что даже если человек, цель человеческая ставится внутри этой жизни, человек не будет удовлетворён внутри себя. Цель должна ставиться дальше нашей жизни. Человек должен прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прошлые годы. Ну, то есть, это очень важная тема. Важно понять, что такое предназначение человека. То есть, есть разные типы предназначений. Мы сейчас будем их разбирать в зависимости от потребности, от цели жизни. Итак, есть три центра разума, которые контролируют деятельность тонкого тела ума. Один находится в области лба, центр разума, связан со знанием человека. Здесь живёт знание. Все знают, что здесь живёт знание в голове. Да? Так? Вот. Дальше. В области сердца живёт энергия счастья. Вот здесь счастье. И здесь живёт любовь в сердце. Кто считает, что любовь живёт не в сердце? Принимите руку. Вы считаете, да? Хорошо. Давайте я вам сейчас песенку смотрю. Как вас зовут? Игорь. А? Дмитрий. Герман. Тоже считает, что в сердце нет энергии любви. Дмитрий и Герман вдвоём. Где Герман поднимите? О, там далеко. Да, я вас вообще не вижу. Но всё равно я вас люблю. Итак, я вам сейчас спою песенку вдвоём. В сердце, тебе не хочется такое. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо сердце, что ты умеешь так любить. Чувствуете песенку? О чём? Она поётся как раз об этом. Что любовь находится вот здесь. Чувство счастья вот здесь находится. Человек чувствует, что он счастлив, что он счастлив. Он чувствует в заднем месте, нет? Ну, после запора только если. Вот. А обычно в сердце. Обычно вот здесь счастье находится. Вот здесь. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Да? Ну, то есть здесь вот счастье. На душе означает вот здесь. Душа же не в пятках, правильно? Вот. Итак, вот это место, это связано с любовью. Когда человек влюбляется, у него вот здесь вот щимит. Вот здесь. Тяжело ему на сердце. Сердце скучает, тоскует. Тяжело дышать. Ну, здесь вот жжёт что-то в сердце. Вы не чувствовали, Дмитрия, никогда? Чувствовали? Ну, вот я об этом говорил сейчас. Это просто главный механизм. Ну, вы что? Помогляем процессом. Вот тут у процесса. Это называется материальная концепция существования. А вы, то есть тело, которое помрёт и никогда не будет жить. Так? Не знаете? Сейчас объясню. Он прав. То есть есть мышечный мешок, который... И посильнее стучи, и стучи, и стучи, и стучи, и стучи. Ну, то есть есть мышечный мешок, который двигает кровью. Это сердце. Но, извините, что я вам не дал об этом знания. Я сказал, в области сердца. То есть есть такая зона, которая называется харидаяма. Харидаяма, слово переводится с санскрита также в сердце. Но эта зона означает тонкое сердце. Не грубое сердце, вот этот мышечный мешок, мешок, а психическую энергию, которая связана с энергией любви. То есть сердце, другими словами, слово сердце означает центр человека. В этом месте находится центр ума, центр разума, и там же находится душа. Вот в этом месте. Вот здесь вот. Ну, то есть это мы говорим о тонком плане. Если, допустим, у вас грубое представление о жизни, вы считаете, что я тело. То есть у меня есть голова, вот, у меня есть руки-ноги, и я умру, и больше никогда меня не будет. Это называется телесная концепция жизни. Я вам сейчас перечислю пять таких концепций, и вы увидите, что разные люди по-разному к себе относятся. Кто-то относится к себе как к телу. И, естественно, вся сила вкладывается в тело. Люди как бы качаются. Я крепкий, я здоровый, я сильный. Но такие люди не знают, что пройдет 20 лет, и тело уже стареет постоянно. И качался, что качался, что не качался. В Шварценегере сейчас уже не выглядит, как с бревнышком. Его снимали 20 лет назад, понимаете? Он уже по-другому выглядит совсем. Его тело, оно уже не такое красивое. То есть люди, которые всю жизнь вкладывают в тело, потом разочаровываются. Они все силы свои вкладывают в тело, потому что считают себя телом. То есть мы избираем с вами предназначение человека. Ничего, Дмитрий, что я с вами разговариваю? Понимаете? Вот. Я для этого и приехал к вам сюда, чтобы вам это объяснить. Может быть, вам это пригодится. Может, вы мне что-то объясните. Я, наконец, что-то пойму больше. То есть мы, наша жизнь предназначена для знания. Итак, есть грубое тело. И когда сознание пропитывает грубое тело и живёт только для грубого тела, сознание — это энергия души. Здесь энергия, электрический ток — это энергия электростанции, то есть падающей воды. А сознание — это энергия души. Она исходит электростанция, которую вырабатывает сознание, это душа. Если сознание пронизывает только грубое тело, то есть очень сильно концентрируется на грубом теле, то тогда человек всю свою жизнь посвящает только телу и желаниям тела. У него очень сильно возрастает потребность в комфортных условиях жизни, сильно возрастает потребность в сексе, сильно возрастает потребность во сне, сильно возрастает потребность в еде. То есть человек такой очень сильно болезненно привязан к этим четырём вещам. И так как эти четыре вещи постоянно преследуют психику человека, такой человек неизменно постоянно страдает. Продолжение следует...